Здравствуйте! В эфире «Главный диалог» в студии Артём Тарасов. «Быстрее, выше и сильнее» – эта фраза впервые была сказана французским священником Андрею Дидоном. Она приглянулась Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно эта последовательность слов отражает цель атлетов всего мира. 21 января Олимпийский огонь прибывает в Ростовскую область. И сегодня у меня в гостях один из тех, кто пронесет пламя Олимпиады по Донской земле. Восьмикратный чемпион России, пятикратный чемпион мира и Европы. Участник шоу «Минута славы» на первом. Президент Федерации спортивной акробатики Ростовской области Алексей Дудченко. Алексей, приветствую тебя в нашей студии. Здравствуйте. Ну, поделись секретом. Готов к этой важной и ответственной миссии? Ну, к такому, может, нельзя подготовиться, но однозначно я этого очень жду. Я знаю, у тебя уже имеется подобный опыт. Ты нес пламя универсиады в Казани в прошлом году. Да, это было очень яркое, интересное событие, которое запомнилось мне на всю жизнь. И я с нетерпением жду более новых впечатлений, которые, наверное, еще сильнее у меня запомнятся и будет вспоминаться как одно из самых прекрасных событий и 2014 года, наверное, и вообще моей прекрасной молодости. Ну, поделись ощущениями, что ты чувствовал, когда вот нес пламя универсиады, и будет ли это похоже на вот это шествие олимпийской эстафеты? Я думаю, будет, но просто с более мощным таким напором. Потому что когда тебе дают факел, на тебя смотрят, тебя фотографируют, снимают, естественно, ты себя чувствуешь очень значимым и важным, что не может не приносить удовольствия. Поэтому я ожидаю почувствовать себя еще больше, сильнее, значимым и важным. Уже известен маршрут, собственно, где тебе предстоит эта ответственная миссия и продолжительность дистанции. Да, организаторы рассылают информацию, на почту электронную пришла информация, что я на стачках буду где-то полшестого вечера бежать недалеко от площади Труженика. Поэтому там я блесну. Также там я при подготовке хотел узнать, с какой скоростью нужно двигаться. Оказывается, что можно двигаться с любой скоростью. Да, дается 300 метров, да, и я понимаю, что кое-где я буду замедляться, чтобы насладиться вспышками хата-аппаратов, прочувствовать этот момент, поулыбаться, помахать. Но предупредили сразу организаторы, прикуривать от него нельзя никому. То есть были уже случаи? Не знаю, были, они сказали, так, мы ответим сразу на дурные вопросы, прикуривать нельзя от него. Я понял, но скажи, пожалуйста, как ты вообще узнал, что ты стал одним из участников олимпийской стафеды? Ну, прежде всего, с Управлением по физической культуре и спорту города Ростова-Ан-Дону со мной связались. И спросили моего разрешения включить меня на потенциальный список. Я, как бы, недолго раздумывая согласился. И после того, как они отправили данные в Москву и меня утвердили, мне сообщили, что я стал фокеоносцем, и мне пришла на почту электронная информация об этом. Я очень был рад. Ну, я знаю, это было реально только потому, что ты прославленный спортсмен. А вообще, селекции и отбор участников олимпийской эстафеты, здесь есть и подводные какие-то камни, не все так просто. Вот, поделись секретом. Ну, потенциально, потенциально может стать каждый фокеоносцем. Каждый, но что для этого нужно? Для этого существует специальный сайт, куда можно зайти и, заполнив анкету, подать заявку. Ну, это нужно было делать, конечно, заранее, еще за несколько месяцев. Вот, и поэтому там нужно заполнить определенные разделы и, прежде всего, ответить на вопрос, почему вы считаете, что вы достойны нести факел. И каждый описывает свою историю, снимает видео, очень интересные даже. Я тоже смотрел на ютубе. Ребята там что только не выдумывают, какой креатив только не подключают. И после этого определенная комиссия рассматривает и включает в список участников. Сейчас очень модно среди тех, кто принимал участие в эстафете, приобретать после нее символ Олимпиады. Вот подумаешь ли ты об этом? Однозначно. Буквально недавно мне прислали ID-код, по которому можно приобрести, только фокеоносцем его откупить. Однозначно я буду приобретать. И ко мне несколько организаций уже обращались с просьбой им передать. Это Управление по контролю за бортом наркотиков, мы с ними дружим, и Федерация акробатики всероссийской. Поэтому эта уникальная возможность предоставляется, и не воспользоваться ей нельзя. Вот скажи мне, пожалуйста, что для тебя пронести огонь Олимпиады по Донской земле? Ну это прежде всего войти в историю Олимпийских игр и эстафеты Олимпийского огня. Учитывая, что мой вид спорта не Олимпийский, для меня это максимальная ситуация, к которой я могу приблизиться и почувствовать Олимпиаду. В 2013 году ты со своим партнером Константином Пилипчуком в июле, насколько мне известно, одержали победу на Всемирных играх по спортивной акробатике. Это аналог Олимпиады, потому что проходит также раз в 4 года. И как за кулисами эфира ты мне уже рассказывал, что там все вот именно неолимпийские виды спорта объединены в один. То есть это такой настоящий аналог Олимпиады. И как раз-таки именно этой золотой медали не хватало вам до полного комплекта победного, который у вас уже имелся. И вы стали победителями. Я даже не могу представить тех эмоций, которые вы испытывали в этот момент. И потом вы подумывали о завершении карьеры. Мы рыдали просто. Рыдали. Но это были слезы счастья. Это было крокодилячьи слезы счастья просто. Да, вы правильно сказали. Для каждого спортсмена хочет выиграть на Олимпийские игры. Ну, у меня не олимпийский вид. Максимум, что я могу выиграть, это Всемирные игры, это аналог Олимпиады. И именно этой золотой медали у нас не хватало для полного комплекта, потому что эти соревнования проходят раз в 4 года, на них просто физически тяжело попасть. Для нас, тем не менее, это были уже третьи Всемирные игры, и именно они стали победными для нас. Так что мы нарепетировались и победили. У вас очень красиво получилось. То есть в 5-м году действительно вы получили первый опыт участия в Всемирных играх. В 9-м году у вас серебряная медаль была, и уже в завершении золото. Ну, классический рост, наверное. Ну вот скажи, пожалуйста, вы собирались завершать карьеру после этой победы, но потом все-таки решили остаться. Почему? Ну, во-первых, из-за того, что уже богатый опыт приобретен, и для того, чтобы подготовиться к большим стартам, уже надо меньше сил и времени. То есть идем по накатанной. Это первое. Во-вторых, до этого момента не было достойной замены в нашем виде. А учитывая, что Россия является лидером в этом виде спорта, и когда тебя ставят в сборную, ты должен выигрывать. И поэтому пока не подрастал состав, который способен выигрывать на мировых чемпионатах, нас просили и остаться. Вот, поэтому мы оставались. И в этом году сейчас уже под вопросом, потому что хороший состав подрос. Сейчас под вопросом наше участие. Ну, как долго вы еще планируете выступать? Если мы будем выступать, то это заключительный этот год наш будет такой. Так что и Олимпиада пройдет, и я заключительный год выступаюсь. Но я знаю, что обязательно в марте месяце ты примешь участие на чемпионате России с Краснотином Холебчуком. Да, в Москве. И в случае успешного выступления вы отправитесь на чемпионат мира в Париж. Да, в Париж. Когда он состоится? Он будет летом в июне, учитывая, что я там не был. Для меня это тоже небольшой мотив. Вот, ты знаешь, хочется снова вернуться к теме Олимпиады. Скажи, пожалуйста, вот спортивная акробатика – один из самых ярких видов спорта. Очень красивый. В 1932 году, я знаю, что как раз-таки была она в составе Олимпийских игр. Сейчас ее там нет. Почему и какие меры нужно принимать по возвращению ее в Олимпийский состав? Это уже, наверное, к тебе вопрос, как к президенту Федерации спортивной акробатики. Да, да. Дело в том, что в Олимпийские игры набор видов спорта не стационарен, но постоянно меняется. И в свое время акробатика входила. Но на данном этапе нужно, соответственно, определенным критериям, чтобы хотя бы стать рассматриваемым видом спорта. На данном этапе нам не хватает количества стран-участников и количества занимающихся. Вот сейчас над этим идет активная работа. То есть это мировая дилемма такая. Однозначно. То есть я вижу, что нужно собрать международную рабочую группу, которая поставит определенные цели, будет заниматься развитием этого спорта именно для включения, подгонять под критерии Олимпийских игр и на включение. И я очень надеюсь, что приму в этом активное участие. И в 2024 году на летних играх хотелось бы видеть один вид акробатики на Олимпийских играх, который, если включат, Россия обязательно выиграет. Сейчас бы хотелось снова окунуться в перипетии нашего Донского края. Я знаю, в марте 2013 года при твоем непосредственном участии, именно благодаря вам с Костей, впервые чемпионат России по спортивной акробатике прошел в Ростове. Здесь он не проводился более 30 лет. Вот почему, собственно, был такой большой перерыв? Доволен ли ты этим турниром, который прошел, тем уровнем, на котором он проходил? И, собственно, какие планы на этот 2014 год? Да, давно не было в Ростове, вот именно в нашем виду спорта, крупных мероприятий. И, наверное, прежде всего не провелось, потому что никто не брал организационную на себя нагрузку. Сейчас я уже вырос как спортсмен, как организатор и мог позволить себе подать заявку на рассмотрение. И она выиграла. И в 2013 году мы провели большое крупное соревнование в Ростове. Давно это был большой праздник для всех, потому что пришли большое количество. И мне, чтобы было приятно, все поколения из этого вида спорта пришли и насладились. Результаты, мы очень довольны. Сформирована очень сильная сборная России по акробатике, которая в 2013 году в ноябре на Европе где-то около 80% золотых медалей забрала. Поэтому было очень приятно, что сформирована правильно сильная команда именно в Ростове. На этот год я планирую уже третий, уже четвертый ежеводный фестиваль акробатики. Это будет осенью проходить. Я обязательно активно его прорекламирую, чтобы весь город мог узнать о нем и прийти, и посмотреть, и насладиться таким видом спорта, как акробатика. И как можно будет узнать, как приобрести билеты? Сайт, может быть, есть какой-нибудь? Будет однозначно афиша, реклама, будет активная пропаганда, потому что такого в Ростове не было, и не знаю, когда еще будет. Это аналог, вы знаете, наверное, будет мини-аналог цирка «Дюселей». Обязательно об этом я сегодня еще спрошу у тебя. Я знаю, ты был участником шоу «Минута славы» с Кусей Пилипчуком. Я видел ваше блестящее выступление. Есть ли у вас в планах продолжить выступление именно в подобных шоу-проектах? Поступают ли предложения? Да, предложения поступали, приглашали в цирк «Дюселей» уехать нас, но мы отказались. А почему отказались? Ну, потому что, наверное, это кочевная жизнь. Это интересно, потому что я вижу своих сверстиков, которые ушли. Вот в 19-м году мы были в Америке на соревнованиях, и к нам приезжали наши друзья, которые ушли в цирк «Дюселей». Они работают в Лас-Вегасе, по всему миру, они очень довольны. Но, тем не менее, я вижу, что я могу себя здесь реализовать, в России. И мало того, что я этого хочу, я еще здесь и нужен. Вот поэтому мы решили не ехать, и, как говорится, нас здесь неплохо кормят. А какое у вас с Константином коронное, скажем так, упражнение? Есть такой трюк, он называется «Курбет в руку». Он залазит ко мне на плечи, прыгает наверх, переворачивается, летит вниз. И я его ловлю рука в руку, стойку на одной руке приходит. Это очень сложный трюк, его мало, по-моему, никто не делает. Это вот наша такая визитная карточка, скажем так. Но на чемпионате России в марте его можно будет увидеть? Конечно, конечно. И нужно даже будет. Алексей, вот скажи мне, пожалуйста, ты профессиональный спортсмен, теперь и президент Федерации спортивной акробатики области. Но, безусловно, наверное, у тебя есть свободное время. Чем ты занимаешься? Вот хобби имеется у тебя? Ну, у меня семья есть, да, у меня малыш есть. Я очень много занимаюсь им, сижу с дома, играюсь, уже растягиваю шпагатики ему. Поэтому у меня очень много домашних дел. Ну и плюс я активно сейчас развиваю предпринимательство, потому что все-таки в наше экономическое время нужно быть финансово независимым. Это немножко у меня хворает, поэтому я подтягиваю этот вопрос. Поэтому принципа свободного времени практически нет. Леш, спасибо тебе за интервью, за то, что ты нашел время, пришел в студию. Я тебе желаю успеха в этих начинаниях твоих. И, собственно, как профессиональный спортсмен ты уже состоялся, ты выиграл все, что можно. Как президент Федерации спортивной акробатики ты активно работаешь. И я желаю тебе, чтобы именно планы, которые ты себе наметил на 2014 год, были максимально реализованы. Спасибо тебе за диалог. Спасибо вам. Напоминаю, это был главный диалог. И сегодня у меня в гостях был наш прославленный донской спортсмен, многократный чемпион России, пятикратный чемпион мира и Европы по спортивной акробатике, президент Федерации спортивной акробатики Ростовской области Алексей Дудченко. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова